Значит, вчера, то есть 18 апреля 2014 года в МИФИ состоялся семинар, посвященный 25-летию холодного ядерного синтеза в эксперименте флейшмана-японца. То есть, соответственно, это 89-й год. Значит, докладчиком выступал В.И. Серов из города Сарова и вместе со своим коллегой, профессором Абрамовичем Сергеем Николаевичем, который чисился, наверное, как оппонент. Безусловно, по понятным причинам я на нем не мог присутствовать в Москве, но чудеса современных технологий состоят в том, что я получил презентацию доклада господина Серова через Германию. И в очередной раз я благодарю Сергея Алексеевича Цветкова за помощь в предоставлении всевозможного рода информации. Пришло это мне то сегодня ночью, я успел только быстро и бегло посмотреть, но буду сейчас рассказывать о важном, о том, что мне особенно понравилось в этой презентации. Помимо большого количества экспериментальных данных. А понравилось следующее, что они в экспериментальных данных зафиксировали следующие поразительные результаты. Они зафиксировали, что у них, не написано, что действительно в системе, то и бывают нейтроны. В той системе выделяется третий, точно так же. Но самое удивительное, что они зафиксировали, что в основном то, что у нас происходит реакция, она состоит в том, что у нас там присутствует ГЕЛИ-4. То есть стабильный, самораспространенный изотоп ГЕЛИ-3. Не ГЕЛИ-3, а именно изотоп ГЕЛИ-4. Это значит реакции происходят у нас в ПАЛЛАДИ и в ТИТАН. То есть в ПАЛЛАДИ и ТИТАН гетарируются. После этого там появляется избыточное тепло. И после избыточного тепла у нас оказываются какие-то изотопы, которых раньше этого не было. Мы помним горячий ядерный синтез Вот у нас диетерия плюс диетерия, диетерия плюс диетерий, диетерий третий и третий То есть протон плюс нейтроны Протон быстро поглощается, нейтрон улетает Приблизительно в современной канонической теории они идут с вероятностью примерно по половине То есть одна вторая оба этих каналов Что происходит там? Там значит соотношение вот этих двух каналов Она 10 в 10, ой 10 в 9 10 в 10 минус 9 10 минус 7 приблизительно То есть у нас на один атом третий образуется нейтронов, вылетает Я не говорю, что это обязательно так, но просто нейтронов вылетают В 10 в 9, то есть примерно в миллиард раз меньше То есть у нас вот эти два канала Они у нас оказываются существенным образом не одинаковыми Но это не самое удивительное Самое удивительное, что вот этого гелия-4 у нас образуется в 10 тысяч раз больше Гелия-4, чем третия И это поразительно Я вообще не очень хорошо понимаю, просто плохо знаю физику Почему у нас детерий плюс детерий У нас оказывается не может у нас получиться вот реакция 4-го гелия Ведь гелия Тут же у нас два протона и два нейтрона И здесь два протона и два нейтрона Ясно, что это из каких-то симметриальных вещей Могу сказать, что суммарный спин у гелия, да, здесь Будет ноль А вот здесь по галактической версии У нас у детерия приблизительно, не приблизительно, точнее точно Три плеты всегда То есть у него спин по единице Одна вторая плюс одна вторая Я предыдущий об этом рассказывал Почему они не могут быть направлены в противоположную сторону Получить гелий, я не очень понимаю Возможно, еще какой-то есть закон, запрещающий подобного рода синтез Здесь же, вот обратите внимание У третья, у него спина одна вторая И у протона одна вторая Поэтому у нас один плюс один Здесь Так Да, здесь одна вторая плюс одна вторая получается А, нет, подошу прощение Вот здесь у нас, у гелия У гелия три одна вторая спин, да У гелия спин здесь одна вторая И здесь, грубо говоря, одна вторая Вот здесь вот эта реакция из каких-то соображений, она идет Вот так Ну и здесь так же В чем состоит красивая идея А, да И еще хочу заметить Невиданный выход энергии Просто фантастический видов энергии На каждое ядро образовавшегося гелия У нас выход энергии 31 электрон вольта Вот здесь с каждой реакцией примерно по 3 мегаэлектрон вольта Мегаэлектрон вольта Мегаэлектрон вольта Пробязительно по 3 мегаэлектрон вольта То есть выход у нас в 10 раз больше Мне очень понравилась красивая идея Которая предлагает докладчик В нашем этом самом рассуждении Он говорит следующую вещь Что у нас возможны Синглетные дитерии Дитрон Синглетный дитрон Я рассказывал только что Про результаты Ахиэзера и Померанчука Они показывали, что дитерий может образовываться Только тогда, когда у нас есть триплет Помните, я рисовал вот этот график А когда у нас есть ингрет Когда у протона и нейтрона Спин направлен в противоположную сторону То у нас получается квазисвязанное состояние Оно неустойчиво В отличие от состояния для крепления Красота построения, которое они ссылаются на работу некого биазя Которых я не читал, безусловно Она состоит в том, что в кристалле В совокупности всевозможных водополей У нас и триплетное состояние Оказывается тоже устойчивым То есть оно вот такое вот здесь Здесь уровень связи утверждается Что он невелик Порядка одного электронвольта Совсем, то есть совсем маленький Но тем не менее Очень интересно, что у нас оказывается Возможным реакции Где у нас образуется совершенно невиданный зверь Для всего этого в нашем ядерном и изотопном зоопарте Это называется синглетная гетерия Вот это еще и все Но раз тогда у синглетного гетерия Гетерий плюс гетерий То тогда у нас, безусловно Спин может быть равен нулю Ноль плюс ноль равно нулю Вот я эту ситуацию так себе понимаю Оказывается, что то, что было невозможно для трепетного гетерия Запросто идет для синглетного И какие мы видим отсюда фокусы? Мы видим отсюда отсутствие любого вредного излучения Господа Мы видим, что на каждый образовавшийся атом гелия-4 У нас оказывается примерно 10-12 степени нейтронов То есть минус 12 То есть мы должны быть тысячу миллиардов актов сияния И получив здесь гигаэлектрон-вольт Получив всего лишь один нейтрон Это ничтожно мало Это практически фон Кроме того, авторы очень убедительно показывают И что мне особенно понравилось Что нейтронное излучение не имеет отношения к собственной реакции То есть у нас существует определенного рода задержка То есть сначала протекает остальная реакция А потом время от времени у нас происходят нейтронные вспышки Для красоты они приводят подобного же отношения при распаде урана У них показано, что как уран распадается, то тут же нейтрон А здесь наоборот Здесь сначала у нас происходит вот такая реакция Судя по всему А нейтрон происходит после детеррируя в качестве То есть это по всей видимости какой-то побочный и вторичный эффект Достаточно несущественный Но мы видим, что мы таким образом объясняем несколько фундаментальных фактов Которые портили жизнь флэшману Японсу Действительно, когда они говорили, что у нас термоядерная реакция Им говорят, а где нейтроны? А нейтронов нет Объясняется, почему нет Им говорят, значит, они спрашивают, а где по большому счету тритий? Так трития тоже почти нет Он есть, он в значительно пренебрежимых количествах Тритий же тоже радиоактивен И его нет То есть у нас получилась Стою любимая сторонниками холодного ядерного синтеза Реакция, когда у тебя синдритные гетерри Плюс синдритные гетерри Дают абсолютно устойчивый, всюду встречающийся изотоп гелия Практически весь гелий в нашем мире То есть там Это гелий-4 А вот гелий-3 настолько рядок, что люди даже предполагали За ним летать на Луну И он часто Относительно Вот И выход энергии большой И выход энергии противоестественно большой Там дальше в цепочке тритий взаимодействует с диетелем У нас оказывается Ситуация такова, что Где-то 17 мегалектром-вольт на реакцию бывает А здесь 31 Существует Это 7 метров, диетерри, как подготавливают Просто ты запускаешь туда Ты запускаешь туда диетерий Внутрь металла И оказывается, что у тебя часть этого Часть диетерия Приходит в инглентное состояние Я так понимаю То есть это примерно такой же эффект Как в этих опытах этого Роси Да, это одно и то же фактически По Роси они тоже говорят То есть в результате металла Все это можно рассчитывать на наличие сиглета Да, у тебя получается некая дополнительная То есть металл выступает как катализатор Да, но у тебя возникает некое дополнительное поле Если у тебя свободный диетерий Не может существовать в динсингетном состоянии То здесь он существовать может То есть оно в этом подполе, да? Да, в поле, в кристаллическом веществе И в результате он может взаимодействовать Каким-то образом И там происходят те реакции Которые были запрещены для триплетного диетерия То есть вот образование обычного гелия Другое дело, как сделать, чтобы эти реакции Происходили значительно чаще И поэтому ячейка флешмана-японца Они что там, при помощи обычного электролиза Они проводили по большому счету гидрирование палладии Она оказалась рабочей Это, по-моему, очень простая и интересная теория Там много в этом, значит Много полезных вещей происходит еще в кристалле Ну, во-первых, потому что оказывается Что свое дарение этих диетерий Кристалле выступает титан? Да, титан, палладий Цирконий Титан, палладий, цирконий А, этот никель? Никеля в их экспериментах не было Хотя они на флешмансе Да, любой переходной металл Любой переходной металл Вот И он тоже, как бы, там, переходит, или это, там, шло что-нибудь? Я думаю, что нет Я думаю, что это побочный результат Почему побочный результат? А вот ты имеешь здесь протоны и нейтроны, да? В качестве побочного То есть это на 4 порядка меньше протонов у тебя получается По отношению к основной реакции А еще на 12 порядков меньше И вот они вступают в реакцию уже Протоны и нейтроны Вот, собственно, с металлом То есть с титаном, цирконием и с никелем С никелем там происходит следующим образом Когда у тебя присоединяется нейтрон и протоны Если присоединяется протон, то он тебе приходит в медь Если присоединяется нейтрон, то приходит другой изотоп никеля И мы тогда понимаем, почему в ячейке Росси Там она же по полгода работает А там несколько грамм всего этого никеля Что-то у тебя происходит А эффекты... Выход энергии больше То есть у тебя все-таки основная энергия вот эта, диетериевая там Вот я опять настаиваю на теме... А что они делят и не меряют? А? Мерят? Сейчас я думаю, что Росси уже и мерят Вот люди померяли Серов померил Это его старые эксперименты 90-го года про музыку Но она, по крайней мере, вот эта теория, она мне кажется строгой и законченной в этом смысле Феноменологическая теория еще Феноменологическая, фенологическая То есть она не точная и рассчитанная Но вот эта идея... Потому что я как это прочитал, я сразу же об этом работе Бахиезера по Миранчукам вспомнил Что у них синглетное состояние диетерии не является запрещенным Оно просто является недостаточным Вот в чем дело А действительно, мощные поля, которые существуют внутри кристалла Могут сделать его разрешенным Они делают его разрешенным Тогда он иногда находит ровно такой же диетерий И начинает вступать в реакцию А вот эти штуки Потому что иногда он находит не триплетный диетерий Не синглетный диетерий А еще и триплетный И тогда у тебя возникают всякие патологии И это очень важно Ребят, можно повторять Вот так ловить И на всю эту честную компанию То есть давать на английскую премию Ну уж точно, как минимум И господину Сервову, и господину Абрамовичу Ну, а на следующий год Господину Цветкову Вместе с Игорем Даниловым Ну, просто получится, что Действительно, какой-то не катализатор Какой-то, а эндопедическая установка Которая не имеет побочных эффектов Да, да, да Совершенно безвредно выделяется гелий Огромный выход энергии Да, да Нету ни нейтронного излучения Жесткого ничего Да, да Да, вот все вот так То есть этот станок может промышленном масштабе Да, масштабировать У него угрозии У него полмегаватта мощности Ее можно клепать В промышленном составе Другое дело, что Этого дитерия образующего Мало Если бы повышенную концентрацию Каким-то образом Ведь она, по сути, Греется В генерирование не удается Пока еще, да Но мы, если будем понимать физическую суть Мы можем как-то улучшить Вот что удалось в Росе Чисто эмпирически Ему удалось подобрать Такие режимы работы Что у него идет Что у него она Идет в промышленных масштабах Вот у того же Цветкова, допустим Эта же установка Она там работает на граммах Просто титана То есть она Ну сейчас они киловаттную установку делают А в Росе Полмегаваттника стоит Полноценную Собранность количества Больших этих вещей А вы говорили Гретерия Как это добывать Дешево, нет? Ну, у тебя есть водород Вот А его примерно Тысячная процента Добывать просто Знаешь почему? Потому что он Очень легко От обычного водорода Отличается Ну это понятно Водород везде Синтезирует? Ну где угодно Электрогидролиз воды Да, электрогидролиз воды То есть фактически Это фактический вопрос Это использование воды Как топлива? Да, фактически да А вода кончится? Ну, блин Ты что, сменешься что ли? У тебя 31 мегаэлектронвольт На один На один Атомидитерри И просто есть много Очень фантастических фильмов Где как раз указывается на то Что вода Это и есть топливо Может быть И что, помнишь там Даже Кинзадзар А куда вода-то делась? Использовали? На лутц На лутц перевели Ну или в обливионе Там тоже воду откачивали Обливионе Не, ну я хочу сказать Что выход большой Очень чудовищный Не, ну вода-то когда-нибудь Кончится еще? Ну вот такими темпами Никогда Ну ты что, смеешься что ли? Вот ты посуди сам Вот У тебя идет реакция Если ты будешь Жечь водород просто В кислороде У тебя будет водород Два водорода Плюс кислорода У тебя 18 грамм Да? 16 плюс 2 18 грамм Ты на 18 грамм Имеешь 1 электрон вольт Порядок величины Выставляешь, да? Да То есть на 18 грамм Здесь на 4 грамма Имеешь 31 мегаэлектрон вольт То есть оно тебе В 4 раза легче А выход его Выше в 30 миллионов раз По сравнению Нет, это все понятно Просто Вода нам для других вещей Надо, если вода пойдет Так вот ты будешь Ты будешь плоти использовать Ты будешь Обычную легкую воду Использовать От которой будет Откачан гетерий Ты выдавишь От нее весь гетерий И там у тебя что-то случится Но важно, что оказывается Уже практически 25 лет назад Обычно столько холодного Ядеросинтеза Была сделана Что эти работы Находились в загоне И вот потихоньку Вот те же самые люди Сергей Алексеевич Говорит, что у них был Еще и третий коллега Который умер Не так давно В возрасте 54 54 года Вот Вот такая 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 вот вещь Она была в загоне Сейчас они вырезают И своего подполья Тихонько Кто где что делает Благодаря росте В основном А как же нефть На нефть Пересадить дедушка Как химическое сырье Ну пластик делаем Ну это понятно Химический сырье Это все понятно Я имею ввиду Ну да Если всю эту установку Грамотно сделать То есть Добыться Более высокого Выхода Синглетного диетерия То Всю эту вещь Можно сделать Уже Я так удозреваю Что и выход Эдогидический Выгоднее Чем есть Да Конечно Такой нефть Нефть хуже Чем сжигать водород Я тебе говорю Водород Это примерно Один электрон вольт На это Один примерно Электрон вольт На Акк дожигания А нефтяные магнаты Думаешь Это трех Ипотепет? Не знаю Мы же доживем В веке нефтяных магнатов Ну куда они денутся Политику и экономику Делают нефтяники Ну сейчас Угольных Угольных Магнатов Ты же не знаешь никаких А когда-то были Да Были Было же Тоже Было же Первая мировая война Или 19 век Угольные стали Начало века Потом стало У века нефти А теперь непонятно Что будет Просто В век воды будет? Нет ни воды Воды столько Что нету Не будет Титана тоже Воды столько Никеля куча Никеля куча Да Это правда Ну ты сам посчитай Воды Не много Катализатор Используется Там Это же не так много Надоело Да Вообще Такое получается Эпоха Принципиально Другого Изобилия Вот Это любимая тема Чтобы ездить На паровозах Ну да Тут только Внутреннее сгорание Заменит Будет снова Обратно Другого Другого Внутри Нагрел воду на пар И Втопил Это автономное здание Не надо будет прокладывать Бесконечные трассы Да Нагрел воду на паровозах Которые Как мы слышали Скоро все сгинют У нас в стране И там Да Да Может будут вообще Автономно ставить Такую печку И все Навсегда Один раз поставил То есть Ну поэтому Поэтому Если сейчас Все это довести До конца Конечно Эти господа Что серов Что цветков Они конечно Гражданский подвиг Помимо научного Еще совершили Конечно То есть Вот находясь Вот так В уровне Это обсуждение Был в суде Да То есть Не просто Какие-то случайные Любители Да Так Мифи Это базовый Базовый Институт На самом деле Это уже Более-менее Научный форум Там же Профессор Научный форум Да На высоком уровне Это обсуждается Да 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 А не какие-нибудь Как мы В общем Такие-то маргиналы Там Ну да Пропытающие Что-то разобраться Да То есть Не кандидаты Философских наук Ну вот Потому что Сейчас ждем С нетерпением Экспертизы По поводу Установки Росси Там Четыре Месяца Шоц Я не знаю Сейчас надо Сделать Это Сделать Установку То промышленно Надо сделать Но вы поймите Что она Как только начнется Здесь прогресс В этой вещи У нас параметр Установки Будет стремительно Расти Просто экспоненциально Ну как обычно бывает Ну там Первый компьютер А потом Ого-го Первый ламповый Компьютер А потом Полупроводники Энергетика Сегодняшнего времени Тоже Выборит Да Какова Атомная Гидроэнергетика Ну атомный Выход энергии Граздо меньше А гидроэнергетика Гидроэнергетика Тоже Да Энергия Нерациональна Тебе нерациональна Ну она Будет Понятно Про ветреные Там уже И вообще Молчат Да Но у тебя Будет неудобно На самом деле Где-то они существовать Как-то будут Неудобно Неудобно Что неудобно Если здесь Нет Ну будут ли ясно Что административные Какие-то барьеры Будут сделаны Для того чтобы Не дать отмерить Энергетики Я считаю Что Несмотря на то Что у нас страна Как бы одна из пионеров Была Но это же все Уже очень немолодые люди То есть Это фактически То что мы видим Сейчас если это правда Если действительно Все так работает Это даже фактически Действительно Новый технологический прорыв Это новая технологическая эра Да Все старые технологии Просто отбрасываются Как Это неэффективно И все По сравнению с новым Да конечно Конечно Если там не будет Какого-нибудь там Этого Штука Ну там будет Принципиальное ограничение Что у тебя Синглентного гиетерия Будет Не может быть Выше какой-то величины То есть Она вполне может быть И будет Как красивый эксперимент Но это маловероятно Потому что У ОСи есть Рабочая установка Не Ну ты же говоришь Там такой выход Что там уже можно Машины Только автоматически Да У ОСи Такая эта штука Посмотрим На чем будет лучше Работе На Палаге На Титане Я но ты же говоришь Что у ОСи Почему-то есть Жесткое излучение Да Гамма Да А вот за счет Вот этого Так здесь тоже Здесь оно есть Но оно просто слабое У тебя порядок Выхода гамма-кванта Она небольшая А как отсюда она выходит Может она тоже гаммой уходит Надо кстати посмотреть Я же только презентацию смотрел Меня Сергей Алексеевич прислал Вот ночью А можно по идее Как бы нагревать воду Крутить турбинку Да Да Есть еще и другие Способы Как тепло переводить Да Есть другие Способы приходят Да Есть другие Через я могу сейчас сказать Да Через это Через цикл Целая промышка С автомобиля Чтобы вымыли В этом смысле Ну почему Она станет другой Непонятно что будет с ней Может ты подумай На самом деле Сейчас все Вполне возможно Что проще будет Проще ездить будет На электроавтомобиле А подзаряжать Вот на таких станциях Никто не знает Может проще Не таскать с собой На такую конструкцию Вот сейчас Постоянно делаются Новые заявления Я уже утомился их считать Ну смотри Аккумуляторы принципиально Новый тип А не получится ли Смотри Допустим У тебя стоит такая установка У тебя Один раз машину продали На всю жизнь Не в том дело Машина же меняет Не по той причине Потому что дизайн устарел Потому что хочется Что-то новенького То есть бессмысленно Будет ставить дорогую установку Машину Которую устареет Через 5 лет Да Но я тебе хочу сказать Что речь идет не об этом Речь идет вообще Принципиально И на парадигме Она состоит Почему сейчас Мы ездим А не летаем На вертолетах Почему Потому что Тяжелые установки И дорогие Дорого на вертолете летать А если ты Уронишь Стормность энергии На два порядка То тебе машины Будут не нужны Ты будешь летать На вертолете Это что такое А экология Кстати Сразу вспоминается Потому что Это экологические Новые технологии Да У тебя Ты будешь летать На вертолете А что такое вертолет Это бездорожная экономика Тебе не надо Вкладывать деньги Будет в дороги И что-либо еще Города выморут Нет Города будут другими Ну как Ну если будет Ну я же просто рассказывал Если расстояние Перестанут быть кредит Существенно Да То есть будет более широкое Расселение Роб будет Похожа на американскую Субурбию Вот эту Город-преграда Только еще более Разряженный То есть у тебя будет Проуссаденный участок Не Не 20 метров Каждую Субурбию Вот это что делать Действительно Он же сокращает расстояние Если будет Да Если будет Высокоскоростной транспорт Так зачем тоже Расстояние перестанет иметь значение Если у тебя будет Автономная Тебе не нужны Ни сети Ничего Тебе не нужны Дороги Тебе не нужны Сети Главные Потому что Можно поставить Такой автономный Какой-нибудь Свой дом Который запитает Все От электричества Самое главное Нужна вода Вода артезианской Скважины И все И качай Ты можешь топить Ты можешь С ней что-то делать Ты будешь Опытать Знаешь как В частном случае Можно будет Из воды Детериги Доставить Это нельзя А не надо Тебе много Роси предлагает Что тебе Оставят Там 10-киловаттную Установку Раз в полгода Приходит человек И за 10 долларов И меняет тебе Капридж Просто не поставишь Какой бешеный Выход энергии То есть надо Просто промышлен Масштабом Детериги Добывать И в картридж Да И в картридж Тебе привозить То есть это так же Как сейчас Это делается Я в прошлый раз Рассказывал Сейчас если Помечтать Я хочу сказать Что наступит Время Других транспортных Средств Будет не только Паровые автомобили Снова актуальны Быть может Хотя может просто Электромобили Экологические Чистые Но будет Самое главное Ты будешь смеяться Актуальны будут Дирижабли Почему дирижабли Что у них сейчас Главной проблемой является А второе Не взрываются Нет Не взрываются Эти киногели Можно делать И они не будут взрываться У тебя Надо изменять Подъемную силу То есть он тебя Он привез груз Он должен расшириться И этот груз перенести А потом Когда груз Отцепил от него Он должен сжаться Поэтому настоящий момент Современные дирижабли Они гибрид-дирижабли Вертолета То есть у тебя Основная масса Разгружается За счет вот этого Воздуха Но здесь у тебя стоят Еще маленькие винты Вот из дела Таких стоят Их там бывает 5, бывает 12 Их много Которые тягу Да Которые дополнительную тягу делают Разность этих энергий Вот Потому что у тебя Дорогое рабочее тело Здесь Этот Но всегда Гелий Дорогой достаточно Материал А тебе представляете Стоит такая установка Она мало того Что дает Очень много энергии Винтам Но Еще гелий вырабатывает Да Кстати Гелий вырабатывает Это правильно Но только мало Но она Она еще Может За счет Нагрева Рабочего вещества Менять Очень быстро Его подъемную силу Поэтому Ты живешь Как белый человек Где-нибудь за городом Летаешь на своем Вертолете Конвертопальне Куда тебе надо Надо тебе перевести Новый груз Например Поставить в это место Готовый дом Ты вызываешь дирижабель Полетает дирижабель Вот такой На этой установке Ставит тебе на готовый Фундамент твой дом И улетает И надо что-то тебе Такое перенести Опять Дирижабель хорош тем Что он может зависать Да И дирижабель Мога энергии тратить Да-да-да То есть То есть Когда тебе надо Быстро кого-то перевести У тебя вертолет-самолет А когда тебе надо Перенести большой Тяжелый груз У тебя Дирижабель опять Он может переждать Нелетную погоду Где-то там у себя На приколе Еще чего-то Но когда тебе надо Дом провести Тебя же не важно Когда ты проведешь завтра Тем более Пусть есть Дороги не нужны Самое главное Не нужны дороги У тебя резко Снижаются Транзакционные Издержки В экономике Просто Десятки раз Тебе не нужны Дороги Десятки раз Это улучшит Все промышленные Основания Современной цивилизации Шины Автомобили Создает новую Предорожную Всякортуру Представь тебе Надо миллиард Миллиард вертолетов Построить Не, но Идея дирижабель Более Потому что Вертолеты Все-таки Механические средства Они будут падать Там Ломаться А дирижабель Висит А дирижабель Все равно Медленно летит Он же все равно Медленно летит Он медленно летит Медленнее чем автомобиль Не, быстрее Ну а что тогда Ну он зависит От погоды Доставься сильно Ну ты представляешь У тебя мощность Затраченная Безопасность Выше Чем у вертолета Ну выше Не надо Пилотирование Уметь Ну это все равно Это чтобы он тебе Было рентабельно Его использовать Это будет 100-150 км в час Его скорость То есть Это небольшая Ну как автомобиль С временем Да Только С временем автомобиль Зажат в пробках Да Но здесь тоже будет Место занимать В небе И у дирижаблей Много Поэтому на дирижабле Правильно рисовать Груз Дирижабль Это замена Железной дороги И океаническим судам Вот это замена Железной дороги Грузовикам Дирижабль Замена грузовикам А вертолет Или конвертоплан Или самолет Конвертоплан Знаешь да Что такое Это когда Взлетает как вертолет Потом поворачивается И винты оказываются Как у самолета Летят как самолет Вот Или конвертоплан Вот такая штука Достаточно будет Что если это просто Применят В энергетике Энергетике Достаточно это будет Потому что все остальное Потом постепенно Как-нибудь вырвется Ну конечно 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 А вообще говоря Энергия Это основа Цивилизации В принципе Да Если действительно Такую штуку Удастся сделать Там с высоким выходом Синглетного диетерия Всю эту вещь построить То парадигма Всей современной Конечно Цивилизация Изменится Вот нам Балычев Рассказывает Про технологические Сингулярности Это будет Начало Технологических Сингулярностей Самое что-нибудь Настоящее Просто Конец всему Старому миру Все что мы знали Шахтам Нефти Загрязнение Природы Сам это интересно Что может быть Найдут еще и другие Способы Добывания энергии То что-то подобные Просто главное Ведь начать Потому что Кроме нет Да Самое главное Выпустить физику Из плена Я говорю Повторяю Вот я же занимаюсь Этим Помимо того Что просто интересно Этим заниматься Есть еще Остальных вещей Это выгнать Попытаться Вернуть физику В круг наук Которые интересные Которые высокооплачиваются Да Как программист Программист Живоспребовано Физик нет Почему-то Ну вот Допустим Компьютерная технология Какой прогресс Что мы видим В итоге сейчас Если в энергетике Такой же будет прогресс Представь До чего Может дойти Да Компьютер Который один раз Составляет Такую батареечку Который работает На этом В случае На все время Исплуатации Компьютера То есть Не надо Тебе подключаться В сети Ты просто постоянно Находишься Онлайн Как бы И тебе Будет как-то иначе Работать Она как-то иначе Будет работать Да нет Я в принципе Я говорю Что это же как бы Мысли Сожрение Было бы интересно Устройство иметь Которое не требует Никакого Подключения К чему-либо Да Было бы интересно Собер всю свою Квартиру Вот такой батарейкой Обеспечивал Электроэнергию Вставляешь куда-то У щитка Принес такую батарейку На самом деле Катридж Такой Легкий Представь себе Ушел куда-нибудь В горы У тебя Какой-нибудь Элемент питания Который просто Обеспечивает Полностью Все Освещение Палатки Подогрев Чайника Кипячение Ближайшего Озера Захотел Надоело тебе Взял А холодно тебе Для того Что вода Холодная Плюсной Ты Подключил К этой батарейке Подогрел Потому что Чтобы не мелочиться Сразу же Озеро Километр На пять Взял На грех Сиропу Скипятил И ест Рыба такая Офигенная Просто плавает Почему же так Тепло-то стало Внезапно Не Ну это же Не можешь Представляешь Насколько Мы-то когда-то Обсуждали Вопрос На магической Жизни И там как раз Не хватает Такого элемента Питания Который бы Обеспечивал Мную работу Всех наших Вот этих Приборов Где-нибудь В таких местах Которые не существуют Да Кстати Можно Собудить Дирижабль На нем жить Взял И летай себе Взад-вперед Причем Как бы Это же Ну не знаю Все-таки Границы Наверное тоже есть И воздушные месторы Тоже есть То есть Здесь не удастся Так Можно выйти только На орбиту Если выйти Тогда да Может быть там Где-то В стратосфере Может быть Там нет Границы Не Ну видишь Тут Когда Ты можешь Летать На дирижабле Ты можешь Дирижабле На дирижабле Ставить А вот там Вверх Города Такие Уходящие В небо Да А как Ураганы Тайфун Плохо будет Болеть будет Все Упадут Унесут Дирижабле Потом Проще жить На земле Дирижабле Его можно сдувать Прилетел Ожидается Гроза Сдул Дирижабле Нафиг Такая лежит Такая груда Утром встал Накачал Постоянно Надо тебе Даже брать Гелий А ты Не надо Если у тебя Высокий Источник То он тебе Будет Как Монгольфлиер Он тебе Будет На горячем Воздухе Ледать В чем прелесть Что он поднимет Может взял Тебе Не хватает Поднимем сил Ты его подогрел У тебя Жасточник энергии Очень неэффективный Рядом есть Потом Надо сесть Ты Эту часть воздуха Ты выпустил Но я все равно думаю Что человек Должен быстро летать На чем-то реактивном А забыл сказать Что Где-то месяц назад В НАСА Было Доклад Какого-то Молодого Ученого В НАСА По поводу Ленр То есть Низкоэнергетические Ядерные реакции И самолетостроений То есть Ребята Об этом уже думают Результатов Не знаю Что было Знаю Что был Но все Да Редактор субтитров